Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Слово прокурора» в студии ведущий Алексей Круглин и наш гость, старший помощник прокурора Кольского района Пашкевич Марина. Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, Алексей! Сегодня, как и в некоторых других программах, мы поговорим о защите прав несовершеннолетних. Итак, Марина, прокурор и несовершеннолетние, как соотносятся эти понятия? Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних представляет собой фактически самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры и охватывает собой широкий спектр направлений надзора, призван в первую очередь обеспечивать реального исполнения законов в части несовершеннолетних и, соответственно, защиты и восстановления их прав в случае их нарушения. Верно ли суждение, что это отдельная отрасль надзора, и она вычленена из других, так скажем, для того, чтобы придать значимости вот этой деятельности? Безусловно, защита прав ребенка – это одна из важнейших задач государства в целом. И, безусловно, исходя из положения Конвенции ООН о защите прав детей международного российского законодательства, издан приказ генерального прокурора Российской Федерации номер 744, которым, собственно, и определены основные направления надзорной деятельности прокуратуры в данной части. И, думаю, да, это прямо отдельное направление. – Ну, тогда вот Вы говорите сейчас, что есть основные какие-то направления вот именно в сфере надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних. Какие это основные направления? – Это осуществление, в первую очередь, постоянного надзора за исполнением социальных гарантий несовершеннолетних, гарантий прав несовершеннолетних, особенно оказавшихся в социально опасном положении. Потом, безусловно, это надзор за соблюдением законодательства о здравоохранении в части непосредственно своевременной и полного оказания медицинской помощи несовершеннолетним. Безусловно, огромное внимание уделяется надзору за органами системы профилактики безнадзорности, призванными, в первую очередь, выявлять безнадзорных, беспризорных деток и принимать своевременные меры в отношении них. Опять-таки, в отдельное направление выделена защита несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному развитию. Полагаю, что в нынешних реалиях тоже очень актуальны. Опять-таки, есть огромное отдельное направление надзора за исполнением органами дознания и следствия, неукоснительного исполнения уголовно-процессуального законодательства, что на досудебной стадии, что непосредственно уже при производстве, при рассмотрении уголовных дел, с целью исключения нарушения прав несовершеннолетних. Конечно же, отдельным направлением является соблюдение законодательства об образовании, которое должно обеспечивать доступность, бесплатность общего дошкольного образования, ну и на конкурсной основе, соответственно, бесплатность и доступность образования среднего и высшего профессионального образования. Ну и много других есть направлений надзора, которые тоже заслуживают отдельного внимания. И, безусловно, прокурорами осуществляются в данном направлении надзорные мероприятия, проводятся проверки с целью своевременного реагирования на нарушения. Вы сейчас сказали о том, что одно из направлений надзора в сфере исполнения законодательства о несовершеннолетних, это защита их социальных прав. Что это такое? Какие права конкретно социальные обеспечиваются государством и должны защищаться прокурором при нарушении? Безусловно, поскольку в первую очередь уделяется внимание несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении, то здесь речь идет в первую очередь о необходимости своевременного реагирования всех органов системы профилактики, которые первыми обращают внимание в случае, если семья оказывается в затруднительном положении. Это не всегда асоциальный образ жизни. Бывают, что семья признается оказавшейся в сложной жизненной ситуации органами профилактики и по другим аспектам. Медицинский, допустим. Вот это интересно. Я попрошу обратить внимание, потому что более подробно, может быть, здесь остановиться для телезрителей, чтобы было понятно. Потому что, как правило, мы когда говорим о социально опасном положении несовершеннолетнем, возникает в голове ситуация, когда еды дома нет, когда родители употребляют алкоголь и так далее. Но вы сейчас говорите немножко о другом. То есть о том, что это понятие более широкое. И для телезрителей, мне кажется, следует донести, и я почему обращаю сейчас внимание ваше, чтобы можно было сказать, что да, есть асоциальный образ жизни родителей, что ставит уже изначально ребенка в социально опасное положение. Но есть и другие моменты. Вот давайте медицина. Да, бывает. Вообще, я считаю, что, исходя из практики сложившейся, можно разделить на три момента, которые приводят семью к социально опасному положению. Первый для всех очевидный. Это социально-бытовой, когда родители несовершеннолетних ведут асоциальный образ жизни, и самоустраняются от их воспитания, содержания. Второй – это медицинско-административный. Я бы его так назвала. Когда, допустим, один из родителей оказывается по состоянию здоровья, допустим, в лечебном учреждении на длительный период времени. Второй, допустим, при этом работает где-либо и вахтовым методом. Но каких-нибудь родственников готовых взять на обеспечение воспитания детей не имеется. В таком случае, безусловно, вмешиваются органы системы профилактики и оказываются действия таким семьям. По заявлению родителя, помещается ребенок в социальное учреждение, в котором он на полном государственном обеспечении находится, пока родители, пока не отпадут основания его туда помещения, то есть пока либо один из родителей, ну, как в данном случае, не вернется из командировки, второй не выпишется из больницы. И такие случаи не редкость. И еще один из аспектов, когда семья признается, оказавшись в социально опасном положении, и в последнее время стало более частой, наверное, это отсутствие взаимопонимания в семье, когда подрастающие уже дети имеют свое видение мира. И, к сожалению, утрачивается детско-родительская связь, когда родители утрачивают какой-то свой авторитет над ребенком. И в данном случае, опять-таки, вмешиваются органы системы профилактики в ситуацию и оказывают помощь всестороннюю семье психологическую, педагогическую. То есть в данном случае больше идет речь о том, что когда семья не справляется именно с психоэмоциональным состоянием в семье, и сейчас тоже это не редкость, что семья признается именно по этим основаниям, оказавшейся в социально опасном положении, потому что это провоцирует и самовольные уходы из дома, провоцирует противоправное демонстративное поведение несовершеннолетних, и родители зачастую не знают, как себя вести, и нуждаются в этой помощи. Поэтому мы в этом случае в том числе участвуем в надзорных мероприятиях, поскольку в таких случаях разрабатывается программа индивидуальная профилактическая с семьей, которая включает определенные этапы и в последующем приводит к тому или иному результату, требуется, не требуется коррекция этой программы и так дальше. Ну, это тоже один из важных, наверное, факторов, которые не учитываются обществом, когда вроде бы, казалось бы, благополучная семья, полная семья, и все есть у этой семьи по общепризнанным каким-то меркам. И вместе с тем взаимопонимания нет, и проблематика в семье имеется. — Получается, это очень серьезный момент, когда действительно теряется взаимопонимание. Вы говорите о том, что ребенок может уйти из дома, а это уже само по себе ставит его в опасное состояние, в опасное положение. — Абсолютно верно. — То есть мы понимаем, что может произойти все что угодно. Где здесь, вот в этой линейке, прокурор? То есть понятно, что есть критерии, вот мы с вами их разобрали, когда что. Есть органы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. Это их работа, вот то, о чем вы сейчас говорите, защищать права несовершеннолетних. И где прокурор подключается к этой работе? Потому что прокуратура же не является органом профилактики как таковой правонарушений и несовершеннолетних. Правильно? — Ну, в соответствии со 120-м федеральным законом, так или иначе прокурор все-таки относится к органам системы профилактики. Но вы абсолютно верно подметили, что больше это все-таки надзирающая функция. То есть когда устанавливаются факты того, что ребенок оказался в социально опасном положении и выясняется, что соответствующие должностные лица определенных структур из системы органов профилактики недолжным образом выполняют свои функции, вот на этом этапе и вмешивается прокурор. То есть когда 120-м федеральным законом определено для каждого из органов системы профилактики их непосредственные обязанности при таких обстоятельствах и в случае, если выясняется, что эти обязанности выполняются ненадлежащим образом, прокурорам принимаются принципиальные в данном случае меры прокурорского реагирования, вносятся представления и иные бывают меры воздействия, когда необходимо заставить органы системы профилактики работать именно так, как они должны работать. — То есть, по сути, прокурор — это тот, кто должен обеспечить надлежащий, точнее, прокурор — это должностное лицо, которое обеспечивает надзор за исполнением законов должностными лицами его органов. — Абсолютно верно. — Абсолютно верно, да. — Понятно. Тогда вот сразу же возникает вопрос. Вот смотрите, представление понятно, это уже когда допущены нарушения. Есть ли какие-то у прокурора полномочия по профилактике нарушений вот этими органами? — Безусловно, полномочия такие имеются. И более того, почему именно надзор это называется? Потому что на системной основе прокуратурой истребуется информация о деятельности тех или иных органов системы профилактики. Им дается анализ информации, которая получается. На основании данного анализа, собственно, мы делаем вывод о необходимости непосредственно проверочных мероприятий. Но также при осуществлении проверок по каким-либо направлениям изучаются, допустим, локальные акты учреждений. Ну вот, допустим, внутришкольный учет. У нас есть такое понятие, да, когда имеются основания для того, чтобы акцентировать внимание и оказать помощь тому или иному ученику, который либо нарушает правила поведения в образовательном учреждении, либо были установлены факты жестокого обращения с данным ребенком и так дальше. Школа принимает соответствующие меры. Прокуратурой на постоянной основе изучаются и локальные акты, регламентирующие данную сферу на предмет соответствия действующему федеральному законодательству. Приносятся протесты, таким образом корректируется работа образовательного учреждения. Опять-таки, превентивные меры принимаются в том числе при наличии оснований полагать, что может быть совершено правонарушение. То есть, когда длительное время один и тот же вопрос, допустим, не приводит к желаемому результату мерами до этого принимаемыми, да, соответственно, кардинально пересматривается данное направление, и прокурор может в том числе объявить предостережение о недопустимости нарушений законодательства, что достаточно часто тоже реализуется прокурорами. — Вопрос у меня не просто так возник, потому что, к сожалению, в последнее время, и СМИ об этом постоянно сообщают, очень много гибнет детей в результате ненадлежащего исполнения обязанностей родителями, в частности, оставления детей без присмотра, выход куда-то за пределы в гости или даже просто в магазин. На это время дети погибают. И вот такие события, они говорят о том, что здесь как раз-таки вот мое мнение личное, что система органов профилактики недорабатывает, потому что слишком много допускается таких вот случаев, слишком много органов, которые призваны отвечать, я не про прокуратуру говорю, я говорю про органы именно профилактики безнадзорности, прорушения несовершеннолетних, они как-то стали более цинично, что ли, относиться к своей работе и к происходящим событиям. И из-за этого практически ежедневно в СМИ федеральных мы видим о том, что там ребенок утонул, здесь девочка погибла, там то-то, то-то, то-то. И вопрос мой задан был, почему, потому что мое мнение личное, что прокуратура здесь как раз-таки может и должна скоординировать деятельность этих органов профилактики безнадзорности, прорушения несовершеннолетних и сориентировать их на такую деятельность, которая позволит минимизировать возможный ущерб для жизни и здоровья детей. Я знаю, что прокуратура очень много делает и очень много работает. Знаю, что направлений деятельности масса и понимаю, что несовершеннолетние – это одно из основных направлений. И на самом деле благодарен за ту работу, которую вы делаете. Но и в качестве даже ведущего мне хотелось все-таки обратить внимание на то, что да, действительно, очень много проблем есть в этой сфере. И я надеюсь, что и наша программа поможет вам работать, и наших телезрителей немножко приведет в чувство, чтобы они вспомнили, что у них есть дети и что их надо защищать. Поэтому вот этот вот блок, который вы говорите, да, о том социальные права, это, наверное, он важнейший. То есть обеспечить минимально хотя бы жизнь, здоровье ребенка – это то, на что должно быть в первую очередь направлено. Дальнейшее, да, я понимаю, здравоохранение, обеспеченно надлежащая медицинская помощь – это, оно есть, здесь подключаются и лечебные учреждения, и все-все остальные, да, потому что, ну, в большей части должностные лица, они являются адекватными, правосознательными и соблюдают требования закона. Вот что касается именно недоработки в какой-то мере органов, вот профилактики безнадзорности и правонарушения стража этих, оно есть. Оно есть, и прокурору тут работы масса, вот я считаю. Безусловно, невзирая на то, сколько мер принимается прокурорского реагирования для активизации работы, для устранения нарушений, причин, условий, способствующих нарушениям в указанной сфере, безусловно, это остается, ну, к сожалению, все еще частым, да, но, пожалуй, могу только сказать, что в данном контексте, мне кажется, что огромная ответственность лежит непосредственно на родителях, которые в настоящее время зачастую принимают позицию «мы не будем, нам не надо, мы не обязаны». Допустим, в целях раннего выявления потребления наркотических средств в школах сейчас организовываются социально-психологические тестирования, да, чтобы выявить склонность ребенка к потреблению, да, но очень часто родители категорически против такого тестирования и говорят, нам не надо, не надо вмешиваться в нашу семью, к нашему ребенку, и занимают такую активную, противоположную, что ли, сторону, хотя мероприятие направлено как раз-таки в интересах их детей, в первую очередь, и в части того, что случаются не просто вот несчастные случаи, которые вы перечислили, ну, там, выбежала в магазин на 15 минут, и приключилась беда какая-то с ребенком. Очень много халатного в целом отношения своих родителей к своим детям. То есть зачастую родители либо переоценивают взрослость своих детей, либо дают слишком много свободы своим детям, потому что им так удобнее, да, ну, сидит он себе там в компьютере играет, свои компьютерные игры, и прекрасно пусть себе играет. Главное, что вот здесь, главное, что на виду, а во что он играет, где он там. Вот родительский контроль в данном отношении очень хромает. Не пользуются программами родительского контроля, которые сейчас, ну, не проблема установить на любое устройство, которым ребенок пользуется. И вот, пожалуй, переоценивают своих детей и самоустраняются во многих вопросах, но при этом полагают, что они не должны этого делать. Тогда как родитель — это самый важный человек в жизни ребенка. И именно он несет ответственность за жизнь, здоровье, нравственное, в том числе, развитие своего ребенка. А уже потом только подключаются органы системы профилактики. Ну, у нас получается таким образом, что родители забывают. Ну, о чем я сейчас говорил, об ответственности, обо всем. А вот скажите, с точки зрения закона, отвечает ли родитель за ненадлежащее исполнение своих обязанностей родителя? Да, безусловно, существует и административная ответственность. Когда родители так или иначе не справились со своими функциями родителями, либо не захотели с ними справляться, то они привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Существует и уголовная ответственность в зависимости от ситуации, которая происходит. Поэтому, да, безусловно, родители перед законом отвечают в том числе. Ну что ж, уважаемые телезрители, наша программа подходит к концу. Спасибо вам, Марина, за интересную беседу, за реально интересную беседу и счет получающую информацию. Уважаемые телезрители, спасибо вам за внимание и до встречи в программе «Слово прокурора». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова